здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами марина на канале мои 6 соток часто вы задаете мне вопрос как растут у меня такие орхидеи у которых плотная красивая листва воздушных корней много и что я делаю для этого вообще если по сути уход элементарный как за простыми цветами во-первых перестаньте залюбливать ваши орхидеи перестаньте замачивать их представляете сколько у меня орхидей и поначалу я ведь тоже замачивала их и сколько времени у меня на это уходило это было два дня я тратила на то чтобы замочить орхидеи в ванне потому что их очень много сейчас все орхидеи в принципе в цветоносах на старых цветоносах растут новые веточки сегодня случайно сломала еще один цветонос на пеньках растут детки у меня даже орхидеи которые я наращиваю корни в воде кто смотрит мой канал те знают как я это делаю просто в баночку с водой вот вы видите да помещена орхидея я наращиваю новые корни старые корешки они не очень хорошего качества я потом срежу орхидея уже второй раз выпускает цветонос и зацветает прямо в баночке здесь я восстанавливала орхидею как видите листик растет новый хороший а здесь корешки новые она отращивает и они у меня тоже находятся в воде вот кстати тоже не видела орхидея выпустила цветонос нужно поставить опору обязательно и укрепить еще одна орхидея это орхидея так это у нас детка детка зацветает вот видите вот еще орхидея с цветоносом в общем вы сами видите что орхидеи сейчас все в цветоносах растут они хорошо это детка растит новые листики корешки вот еще такая у меня орхидея есть смотрите какая красота камбрия я вам всегда фаленопсисы показываю принципе орхидеи чувствуют себя очень хорошо видите какая мощная корневая система сейчас я пробегусь по орхидеям и расскажу вот шикарная белая орхидея посмотрите сколько у нее ответвлений идет причем растет она нет это новый цветонос на новом цветоносе она всегда у меня цветет цветение пышная продолжительная но это особенность я думаю белых орхидей они всегда хорошо растут листья у нее конечно шикарные пришлось мне повернуть ее в другую сторону потому что не хватало место на подоконнике а так листва у нее просто ну принципе здесь тоже вы можете увидеть какая хорошая посмотрите сколько у нее цветоносов видите да старые цветоносы вот еще один новый цветонос она растит в общем если я начну показывать цветоносы это затянется на долгое видео все орхидеи в принципе в цветоносах вот вы видите да это орхидея после болезни выгон выгнала листочек серая сухая гниль была это детка орхидеи тоже с цветоносом но это старый цветонос но в принципе все цветоносы сейчас активно наращивают орхидеи что я делаю для того чтобы мои орхидеи так росли правило абсолютно простые во первых орхидеи я устанавливаю на окнах как только с центра комнаты и со всяких полок я перенесла орхидеи на окошке все пошло так как надо вы думаете у меня не было ошибок да тьма ошибок было просто орхидеями много лет занимаюсь и поэтому сейчас я уже стала их понимать нужно их просто чувствовать и опять-таки я повторюсь не залюбливайте ваши орхидеи перестаньте с ними носиться дайте им волю и они вас будут радовать своим цветением и красотой первое на что нужно обратить внимание мы ставим все орхидеи на окна поставили на окошко орхидею садим куда садим прозрачный горшок прекратите покупать всякие красивые декоративные горшки от них толку мало вот смотрите орхидея растет в пластиковом обычном горшке но он темный посмотрите на эту орхидею листья видите какие одну да красивые на этот листик внимание не обращаем этого после восстановления но не такие как у этой орхидеи пышные это если я вам разверну другой стороной орхидеи вы сразу увидите насколько у нее пышная листва вот горшок более прозрачный чем вот этот посмотрите на нее смотрите корни на этом подоконнике требует полива я сейчас буду поливать смотрите какие у нее листья да уже лучше то есть если мы выбираем простой пластиковый прозрачный горшок то орхидея чувствует себя прекрасно она растит хорошую зеленую массу и ее все устраивает что еще в горшке должно быть должны быть дополнительные отверстия не только на дне горшка но и по кругу не бойтесь делайте отверстия дополнительные никто не будет обращать внимание но вот эти невзрачные горшки кто зайдет вот посмотрите зашла я в комнату я смотрю не на горшки я смотрю на листья какие красивые листья я смотрю как орхидея цветет а горшок это уже второстепенная меня он не интересует меня интересует чтобы орхидея чувствовала себя хорошо чтобы у нее росли хорошие воздушные корни чтобы у нее была красивая листва ну и естественно пышное продолжительное цветение и множество цветоносов и так нас на окошко поставили орхидею посадили ее в пластиковый горшок субстрат у меня кора а сверху я укладываю мухом сделали так сделали а теперь следующее на что нужно обратить внимание это на полив поливаю как обычные цветы с применением удобрения концентрация удобрения в три раза ниже чем должна быть поливаю по сухому то есть вот орхидея ну в принципе у этой орхидеи нормально ну если серебристые корни в середине горшка значит орхидея требует полива на воздушные корни не обращаю внимание не всегда серебристые значит как я поливаю я не поливаю по кругу я не выбираю определенную точку вы сами видите что орхидей на окошке много и проблематично до них добраться я просто из ковшика поливаю туда куда попадаю полила вода стекла в поддон и я ее не выливаю дня за три она испаряется потому что во первых орхидея сама ее выпивает ну идет испарение и орхидею это устраивает в общем полив по сухой коре с применением удобрения концентрация три раза ниже чем должна быть полили орхидею поливаю раз в неделю и все никаких я стимуляций дополнительных не провожу цветоносы сейчас период такой в ноябре месяце всегда орхидеи гонят цветоносы этих цветоносов очень много посмотрите даже корни воздушные умудрились запутать цветонос если цветонос сломался говорила в прошлом видео не расстраивайтесь вот сегодня поливала и случайно опять сломала цветонос вот эти макушки они хрупкие их легко сломать сломалась макушка такая ничего страшного вот кстати вот смотрите на примере эту орхидею я тоже умудрилась поломать вот цветонос сломался у меня обрезаю над верхней почкой вот она верхняя почка была я обрезала и вот из этой почки вышла новая веточка то есть не расстраиваемся сломали цветонос не беда ничего страшного она вырастет новый вот смотрите еще цветоносу орхидеи в общем сейчас цветоносов тьма рассматриваю вместе с вами в общем правила элементарные когда-то я снимала подобное видео где описывала как выращивать орхидеи какой уход в чем секреты поступали комментарии так в чем же секреты что за секрет который вы используете вот уход обычный уход правильный уход не надо их замачивать не надо носиться с ними и проливать их вот стоят они у меня на подоконнике и пусть себе стоят и все нормально они чувствуют себя прекрасно видите какие листья корни если я вам разверну вот эту орхидеи просто мне тяжело добраться и уже не хочу добираться потому что она видите как растет до цветоноса посмотрите какая она высокая просто офигеть можно извините за выражение от листвы она повернута туда она просто такая пышная это орхидея требует омоложения как я мало живу я вам рассказывала ранее я срезаю макушку вместе с корнями воздушными высаживаю другой горшок и на пеньке вскоре появляется детка вот у меня больные фузариозом были орхидеи и вот я избавилась от фузариоза и на пеньке у меня выросла детка и таких пеньков у меня множество когда я омолаживаю орхидеи на пеньках растут детки причем срезаешь одну детку растет другая но это в других видео вы можете посмотреть запомните мой канал называется мои 600 а кто не знает плейлист выбираем орхидеи фаленопсис и смотрим видео ищем название которое вам вас заинтересует и смотрим то что вас интересует если вам понравилось это видео ставьте лайки пишите комментарии если у вас какая-то возникает проблема я стараюсь всегда ответить подсказать рассказать проконсультировать и буду рада помочь спасти ваше растение если она погибает либо же дать какой-то отдельный совет вы сами видите да когда-то мне в комментарии написали в чем уход я не заметила никаких принципов никаких правил ничего такого чтобы какой-то там секрет вы открыли что ничего такого не произошло что все в принципе обычная и в общем одно хвостовство какое хвостовство я просто показываю я делюсь с людьми опытом что когда мы стараемся в интернете найти какую-то информацию начинаем пичкать наши орхидеи чем попало ничего хорошего часто это не приносит да какие-то улучшения бывают кто-то там увлекается нашатырным спиртом но поливала я тоже нашатырным спиртом есть видео на эту тему нашатырным спиртом можно раз в месяц только а лучше раз в полгода не увлекайтесь это азотное удобрение вы можете перекормить ваши орхидеи они потом будут склонны к заболеваниям янтарная кислота вот эта вещь это хорошо можно поливать одна таблетка таблетка на литр воды можно протирать листья и еще важный важный момент всегда ваши орхидеи поливайте горячей водой 37 градусов минимум вода должна быть если вы будете плевать холодной водой это стресс для орхидеи она просто может ну не то что погибнуть в общем для нее это плохо всегда поливаем цветы теплой водой минимум 37 градусов и тогда будет вам счастье спасибо всем за просмотр и спасибо что были со мной всего вам доброго до новых встреч подписывайтесь кто не подписан и всего вам всем хорошего пока пока